Юбка И если вам интересно, как сшить такую юбочку своими руками, то оставайтесь на канале и продолжайте смотреть видео дальше. Для того, чтобы сшить такую юбку, нам предварительно нужно собрать вот такую стандартную классическую юбку Ту-Ту. У меня эта юбка пятицветная, и как ее собрать, вы можете посмотреть в другом моем видео, ссылка на него будет в описании внизу под этим видео. Итак, мы переходим к этапу дальнейшего преображения нашей юбки. Для этого нам понадобятся атласные ленты шириной 2,5 см. У меня атласные ленты пятицветов, так как и юбка у меня тоже пятицветная. Но обрабатывать края фатина мы будем не как мы с вами уже делали, если вы смотрели другие мои видео, горизонтальными рядами или каждый лепесток по краю. А мы будем обрабатывать, выбирать вот такие вот вертикальные ряды фатина одного цвета и нашивать ленту такого же оттенка вертикально. Покажу более наглядно. Как вы помните, мы завязывали по три полосы фатина, одна под одной, да, каждого цвета вертикальными рядами. То есть у нас здесь есть три узелка и шесть лепестков каждого цвета. И мы будем нашивать сплошную ленту, длинную, вот так по краю, соединяя эти лепестки между собой, так скажем, лента будет соединять их в одно такое полотно. Но мы должны смотреть, как у нас фатин ложится. Вот у нас верхний узелок. Мы немножко эту ленту раздвигаем и смотрим, как лежат лепестки. Вот этот лежит выше, сам по себе он так завязан. Этот ниже, на втором узелке этот, дальше и точно так же третий. То есть вот именно в этом порядке мы и должны нашивать вот здесь вот по краю атласную ленту. Для удобства дальнейшей работы, чтобы весь объем фатина нам не мешал, лучше сделать следующее. Взять и частями его соединить. То есть вот у меня пять цветов фатина, я отделила по пяти цветам и просто закрепляю резинкой, обычная резинка для волос. Вот так. Так будет гораздо удобнее. И затем, выделяя из каждого этого нашего соединения по одному цвету, мы будем уже работать конкретно с этой частью. Итак, мы располагаемся за швейной машиной. Ее, кстати, лучше отодвинуть вглубь стола, чтобы удобнее было работать, потому что юбка будет у вас стремиться все время упасть. И приступаем. Дальше мы можем действовать двумя способами. Либо мы нашили голубую ленту, затем по очереди достаем фиолетовую, желтую. Либо мы сначала нашиваем везде голубой цвет, потом везде фиолетовый и так далее. Я буду действовать именно так, для того, чтобы не играться туда-сюда с катушками ленты. Для удобства работы я фиксирую катушку вот в таком нехитром приспособлении. Такая коробочка, шпажка деревянная. И здесь я зафиксирую, так как коробка у меня достаточно широкая, я зафиксирую сразу две ленты. Вот я их так складываю и фиксирую, чтобы голубая у меня туда-сюда не прыгала. И, поставив эту коробочку на пол, я буду приступать к шитью. Итак, мы берем зажигалку, обжигаем краешек. Сейчас я здесь ее зафиксирую, чтобы она не упала. И выбираем. Итак, вот этот у меня верхний, потом этот. Я беру тот, который у меня верхний, тем краешком, к которому он стремится быть сюда ближе. Вот фатин. Сверху я накладываю атласную ленту. Здесь края вровень, здесь край тоже вровень. Вот. И нашиваем прямой строчкой по центру. Кстати, пришивать я буду мононитью. Вот, я надеюсь, ее видно. Это очень тонкая такая леска. Вот. Ей лучше всего. Но можно использовать и нитки в цвет ленты. Вполне. И начинаем пришивать. Итак, вот мы подошли к соединению фатина. Здесь мы подкладываем фатин. Можно буквально полсантиметра, заходя один слой на другой. Вот. Вот. Полсантиметрика у меня зашло. И продолжаем шить. Внимательно выбираем полосочки фатина, чтобы они были именно в той последовательности, в которой они вот там завязаны. Вот. И так мы подходим к концу. Я обрезаю краешек ленты. И обжигаю его зажигалкой. Прямо здесь по месту. Можно, конечно, чуть подлиннее оставлять. Я что-то немножко не сориентировалась. И дошиваем до конца. Закрепку делать, когда мы шьем мононитю, не обязательно. Просто мы берем, обрезаем буквально чуть-чуть длиннее. И эти краешки тоже поджигаем немножко зажигалкой. Припаиваем все. И точно так же делаем с этой стороны. Вот что получается. Вот наши все полоски фатина соединены одной сплошной атласной лентой. И вот так вот мы обрабатываем все наши цвета, все наши вертикальные вот эти вот ряды фатина. И вот все ленты нашиты. Результат работы перед вами. Вот такая у нас сегодня получилась юбочка. Конечно, понятно, что в процессе движения, то есть когда ребенок будет в этой юбочке бегать, прыгать, может быть сидеть, вот такая правильная вот такая вот геометрия, так скажем, этой юбки, она не сохранится. Но тем не менее, даже несмотря на то, что эти наши цветные ленты будут перетекать друг в друга, ну как бы менять свою форму, юбка при этом все равно останется такой же пышной, яркой и красивой. И так мы вам показываем, как выглядит юбка. После примерно получаса 40 минут игры активной достаточно с бегом, с прыжками, с танцами, даже с ползанием по полу. Ленты, конечно, немножко спутались все тут, кое-где вот эти вот их окончания вот так вот вверх торчат. Тут даже вот она немножко закрутилась, но я вам скажу, что я ожидала, что гораздо хуже юбка себя поведет. И я, в принципе, очень даже довольна. Так что мое резюме такое юбка вполне хорошо, нормально себя ведет в процессе носки. Она не комкается за счет того, что все-таки концы фатина, обработанные атласной лентой, она вот так вот не комкается. И вот после того, как ребенок посидел, поползал, поиграл, достаточно пару раз там подпрыгнуть ей. И юбочка вот принимает примерно вот такой вот облик. Так что думайте сами, решайте сами, шить или не шить. И на этом на сегодня все. Я надеюсь, юбка вам понравилась. Если мое видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока! Саша Мамаша.